Тема 813. Сумка-сейф для пляжей и школы. Три американских предпринимателя частично воплотили в жизнь мою идею противовзломные школьные сумки. Только они придумали свои сумки не для школы, а для пляжей и бассейнов. Это пластиковые закрывающиеся сумки-сейфы с настраиваемым кодовым замком, в которой можно хранить всякую важную мелочевку. Сумка маленькая, но её саму невозможно украсть, потому что одновременно со своим закрытием на замок она крепится на какую-либо тяжёлую опору. Жезлонг, забор, коляску, велосипед. Конечно, вор может утащить эту сумочку вместе с коляской или шезлонгом. Но, во-первых, из двух сумок, прикреплённой к шезлонгу и валяющейся на песке, он, скорее всего, выберет вторую. Зачем ему утяжелять свою участь шезлонгом? Во-вторых, вор, который тащит на себе шезлонг, привлечёт внимание гораздо большего количества свидетелей, чем вор, несущий чужую сумку под мышкой. Так что у вас повышаются шансы, что вам удастся этого вора найти и наказать. Упомянутые выше предприниматели пришли к идее разработать подобную сумку-сейф после того, как у них на пляже украли ценные вещи, которые те оставили внутри кроссовок. Сегодня они продают свои сумки через Amazon.com, Walmart.com И через свой собственный сайт, Fiqua.com Кроме того, какую-то часть сумок-сейфов у них закупили крупные отели, Ritz-Carlton Hilton, для своих отдыхающих, а также многочисленные бассейны и водные парки по всей стране и даже по всему миру. Видите, как легко эти сумки решают проблемы воровства на пляже и при этом не требуют постройки каких-то грандиозных сейфовых сооружений. В устройстве сумки-сейфа нет ничего сложного. Прочный пластиковый корпус и кодовый замок. Как она открывается и закрывается, вы можете посмотреть на видео ниже. Розничная цена такой коробочки-сейфа. 40 долларов. Недорого. Меня не оставляет надежда, что наши умельцы тоже смогут придумать нечто такое же полезное и для наших школ. Только это, конечно, должны быть не пластиковые коробочки, выпадающие из рук, а более-менее похожие на сумки или рюкзаки, ведь в них придется учебники и вторую обувь носить. Западу сумки-сейфы для школ не нужны. У них и так в каждой школе стоят сейфы или просто закрывающиеся шкафчики для каждого ученика. Читайте сейфы в школах. А в наших школах сейфы-ящики не пойдут. У нас для них места нет. Такие небольшие сумки-сейфы можно было бы развешивать на обычных вешалках, которые в школах по определению всегда есть. Точно так же, как эти пластиковые сейфы развешаны на ресепшене испанского пляжа. Учитывая то, что школьная аудитория у нас огромная, воруют в школах очень часто и по многу. Тащат не только мобильники и смартфоны, но и шапки, лыжные ботинки, туфли и много чего еще. Что приходится нашим детям в школу носить, желающих купить такую сумку-сейф. Будет очень много, особенно если она будет стильно выглядеть. Покупателями таких сумок могут стать не только родители школьников, но и сами школы, а также детские лагеря, дворцы пионеров творчества школьников, культурные заведения, в чьих гардеробах тоже иногда вещи пропадают. Спортивные школы, фитнес-центры и тренажерные залы, рестораны, бассейны, поликлиники, парикмахерские, да все организации, которые имеют отношение к хранению вещей и головной боль от того, что эти вещи часто пропадают. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...